Что мы сразу сделали? Мы стали гружать вагоны. Потому что было ощущение, что брать у родителей деньги, ну честно, это неправильно. И мы где-то два-три раза, наверное, в неделю гружали вагоны. Ну, я вам расскажу, там, вставать в пять утра, ехать на электричке, разгрузить там четыре-пять часов вагонов, это были цемент, это были там разные дрова, и прочее. Потом я помню, когда цемент был рассыпной, где-то, говорю, двое суток отмывал волосы от цемента. Если бы надлался, было три часа, либо два дня мыться. Ну, то есть было все по-настоящему. Зато получал я больше, чем профессор. Тогда это было существенно. И мог девушек легко приглашать в любое кафе. Это было тоже важно. Как я говорил своим друзьям, как тогда гуляли на своих, так и сейчас гуляли на своих. Что это нам дало? Это нам дало понимание того, что несмотря на то, что мир меняется, нужно понимать, как он меняется, и четко ощущать себя частью большого мира. Когда наступили времена кооперации, вы себе не представляете, сколько людей мне говорило, что ты делаешь, это же Советский Союз, ну какая кооперация, сейчас всех посадят. Мы открыли кооператив по варке джинсов. Вот к ним с вами я пришел к них. Вот такие же мы делали. Вот такие же, что мы делали. Это был такой мод, абсолютный. И уже тогда было понятно, что Советский Союз обречен. И видно на глазах, как на макроэкономике, которую нас учили в нашем институте, так и на микроэкономике, мы видели, как вся страна просто летит под откос. И для меня никакого удивления не было, что потом произошло в 1991 году. Вот это было в нашей жизни, в активной части. Нам все объясняли правильно в институте, что происходит в мире. И несмотря на то, что была такая наука, политэкономия, социализма, преподаватели буквально между сроками объясняли, что все это не работает. И это ощущение того, что будут изменения, давало нам возможность реализовываться. Что происходило дальше? После окончания института я пошел работать в банк. Был такой сейловский банк. В этот момент я зарабатывал где-то порядка 25 тысяч рублей в месяц. Это не нынешние 25 тысяч. Но это приблизительно как две машины или три машины в месяц. Тогда это было много. Меня посадили на зарплату 200 рублей в такой пыльный кабинет заполнять какие-то цифры в папочку. Я чуть не повесился. Написал заявление об увольнении, только дату не поставил. Но потом сказал, ну ты столько лет учился, ну потерпи, давай полгода посмотри, что будет. Хорошо, полгода. Посмотрел. Думаю, ладно, еще полгода я пойду. И даже помню поставил число. Вот в последние эти полгода я начинал понимать, что происходит системные изменения, связанные с тем, что именно за банковской системой будущее новой страны. Это было очевидно понятно, потому что эта система в Советском Союзе была не развита. И я в этот момент принял очень тяжелые для себя решения. Я подарил свои кооперативы. Просто подарил. Ребята, которые остались с ними работать. И остался работать в финансовом институте. Он развалился через какое-то время. Но у меня уже внутри была команда. И с этой командой мы стали создавать банки. Было два банка. Они всегда входили в десятку крупнейших. Потом во время 98 года кризиса один из них сильно попал. Вместе с крупнейшими банками. Несмотря на это мы провели реструктуризацию. Со всеми расплатились. И потом банковская система продолжала уже дальше жить. Следующая века была покупка промышленности. Тогда в 90-е годы никто не хотел покупать заводы, потому что они были в жутком состоянии. И вот я хорошо помню.